Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала зовут меня Женя. Вы на моем канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, давайте же посмотрим, какие советы даст нам Таро на завтра, исходя, конечно же, из того, что излучаете вы. Исходя из той энергии, которая исходит от вас, вы ее, конечно, не ощущаете, не осознаете, но карты очень чувствительны к этому. Но и я училась этому, как считывать с информационного поля Вселенной, в которое вы и, конечно, направляете свою энергию. Опять повторяю, что видео, которые на моем канале выходят на английском языке, вы прекрасно можете смотреть в Яндекс.Браузере с синхронным голосовым переводом. Очень осмысленный, очень хороший перевод. И, конечно, если вы хотите дополнительные советы, если вы хотите те практики, которые выходят сегодня использовать, вы можете именно, смотря их в Яндекс.Браузере, и, соответственно, вы можете использовать их для себя. Да, я понимаю, что, я вам честно скажу, что я смотрю сейчас в Аналитику, много подписчиков из России стали от меня отписываться. И я понимаю, потому что я меньше стала снимать на русском языке, и меньше стала выходить на русском видео. Но вы понимаете, дело в том, что неважно, что я делаю, вы получаете это в свободном доступе, и это прекрасно. Но всё-таки монетизация помогает мне поддерживать канал. Монетизация помогает мне развивать канал. Монетизация есть во многих странах, кроме одной. И, соответственно, во многих странах, кроме одной, есть и много людей, которые говорят на английском языке. И, соответственно, потому что я знаю и английский язык тоже, я снимаю и видео на английском. Я не оставляю моих дорогих, любимых русскоговорящих подписчиков ни в коем случае, но я развиваю и мою англоговорящую аудиторию. И я уже сказала, Яндекс.Браузер вам в помощь, где вы можете любое моё видео на английском смотреть синхронным переводом. Ну что, смотрим, что же мы будем завтра делать и как. Больше неизвестных, чем известных. Карта говорит о том, что не вся информация, которая вам нужна, вы её завтра сможете, по крайней мере, в первой половине дня получить. Ну и, соответственно, это будет вызывать у вас немножко раздражение. Ну, по Луне это может быть и немножко. Но как это исправить? Набраться терпения. Набраться терпения и, может быть, дать свой запрос не в одну, знаете, не в одну ячейку, а свой запрос разделить. Вот тут я очень много вижу именно работы, которая связана с какой-то отчётностью. Какие-то отчёты, какие-то сметы. Вот не знаю, почему я это вижу. Может, для многих из вас это будет резонировать. Ну и, конечно, как я понимаю, я даже смотрю по датам. Вот я сейчас осознала, в какой день я записываю это видео. Это конец месяца. Конец месяца у некоторых, по-моему, даже конец квартала. Потому что это сейчас я поняла. И вот, соответственно, будет очень много неизвестных, которые вам надо будет собирать. Это на рабочем месте, как я поняла, или в бизнесе. И наберитесь терпения, и, конечно же, старайтесь не переживать, не нервничать, потому что вся информация придёт. Сейчас мы посмотрим ещё дальше. Может, оно как бы поведёт нас дальше. Ну вот, переживать будете. Видимо, всё-таки сроки будут поджимать, и вы будете переживать по этому поводу. Ещё если говорить о межличностных отношениях, о сфере отношений, то кто-то из вас будет переживать по поводу новостей, чего-то, что откроется, связанное с отношениями, и вы будете переживать. Но, опять же, я как всегда повторяю, всё, что происходит в вашей жизни, вы притягиваете сами своими мыслями. Своим направлением своего внимания и своими действиями. А вот то, что уже происходит в этой жизни, это уже последствия. Поэтому подумайте, именно ещё из-за отношений. Первое – это нельзя делать поспешных выводов, исходя из того, что вы услышите, увидите. Ну и второе – переживать, ревновать и так далее, оно не приведёт к улучшению ситуации, оно только приведёт к улучшению. И ещё ревновать, переживать, вот именно в отношениях, это происходит, когда мы не уверены в себе. Если мы не уверены в себе, если мы не любим себя, то такое может происходить, и своим настроем и своими мыслями мы можем притянуть ещё больше этого. А если дело касается работы или бизнеса, я вам хочу сказать, вот я вам уже сказала, что тут не переживать надо, тут надо действительно что-то делать. Если касается дела здоровья, смотрите, вы переживаете заранее. Не вся информация ещё для вас открылась, и, соответственно, переживать по поводу чего-то, что вы услышали, по поводу какого-то анализа, это может привести ещё к усугублению. Поэтому всё равно старайтесь, вот в любой ситуации, чего бы она ни касалась, настраивайте себя на улучшение. И тут я хочу сказать, что улучшение не за горами. Всё должно развернуться таким образом, что вы будете довольны и уверены и в результатах, и в том, что происходит. Это королева Пентакли. И ещё, если смотреть на расклад, то вот эта женщина, королева Пентакли, это женщина старше 45-ти, рыжеватый цвет волос, тёмный цвет глаз. Вот женщина очень серьёзная. Женщина, которая, знаете, спокойно подходит к любой ситуации и может логически объяснить ситуацию. Вот как-то так я вижу эту женщину. И лучше, чем сидеть, переживать и нервничать, лучше спросить у неё и попросить у этой женщины, можно сказать, поддержки. И вы это получите. И вот все тайны, которые откроются, вот всё тайное станет явным, это не причина для переживаний. Может быть, даже иногда, узнав определённую информацию, особенно если это касается отношений, она вам на первый взгляд может не понравиться и вызвать в вас вот эти негативные чувства. Но если вы остановитесь и проанализируете, вы поймёте. Первое, да, вы притянули это сами, а второе, всё равно наше подсознание, Вселенная пытается нас обезопасить от чего-то. И, соответственно, скорее всего, вы поймёте, что то, что произошло, обезопасило вас от чего-то худшего.